Беспорядки во французской столице обсудим с гостем на прямой связи со студией директор Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Андрианов. Господин Андрианов, добрый вечер, здравствуйте. Вечер добрый. Во Франции против протестующих фермеров выставили бронетехнику. Идет речь о блокаде Парижа. Как вы думаете, пойдет ли правительство навстречу протестующим? В чем же и в чем основная причина недовольств? Сразу отвечу коротко на ваш первый вопрос. Вопрос. Правительство обещает, что ряд требований протестующих оно удовлетворит. Будет ли это выполнено в общей сложности, сказать на данный момент сложно. То есть, станет ли это пустыми обещаниями или все-таки какие-то незначительные вещи правительство все-таки для них выполнит? О причинах, конечно, хотелось бы поговорить чуть больше, более подробно. Франция далеко не первая страна, аграрная страна Европы, где развернулись подобные протесты. Первая страна Германия, насколько я знаю. Почему именно в Германии и во Франции фермеры выходят? По той простой причине, что это две очень сильно развитые аграрные страны Евросоюза. В чем именно упрекают фермеры свои правительства, и даже не только правительства, а вообще Брюссель? В первую очередь в том, что они просят отменить, не отменить полностью, но изменить нормы и требования Европейского Союза в отношении ведения сельского хозяйства. Огромной непомерной ношей является требование Евросоюза, связанное с изменением климата. То есть вот этот вопрос климатической повестки, это святая святых европейской политики, одна из них, одна из толпов. И фермеры в любом вопросе, что бы они делали, вынуждены считаться самой повесткой изменения климата. Сколько раз и когда поливать урожай? Как и какими кормами кормить скот или птицу? И так далее, и тому подобное. Это, естественно, делает их продукцию некоаккурентоспособной по сравнению с продукцией других регионов, и даже континентов, как то Латинской Америки или далеко ходить не надо, курятины из Украины, о чем французские фермеры неоднократно уже открыто и западным, и нашим СМИ говорили. То есть когда производите курятины откуда-нибудь из-под Парижа, или из юга Франции, он должен выполнять огромное количество предписаний, различных инструкций, стараться, чтобы его не оштрафовали там за нарушение климатических и прочих этих брюссельских предписаний. Соответственно, его продукция будет стоить гораздо дороже, чем та же приятельность какой-нибудь, условно, Латинской Америки, где всем плевать на изменение климата и на то, не испытывает ли курица особых страданий, когда ее убивают. Французский же фермер все это должен учитывать, и не дай бог чего на него могут подать и в суд, его могут отштрафовать, и штрафы довольно неподъемные. Это одна из больших причин. Если бы вы позволите кратко скажу о другой глобальной причине, на мой взгляд, это, конечно же, Европа, особенно богатые европейские страны, они лишились в связи с известными событиями, лишились дешевой энергетики, дешевых источников энергии. В первую очередь, это газ, электроэнергия и прочие вещи, которые они закупали. Где? Известно где, да, в России. Ну и вот прошло два года, все отрасли экономики, в том числе и сельское хозяйство, не исключение, начинают от этого страдать. Что происходит во Франции конкретно? Французское правительство начинает закупать дешевые продукты питания в иных странах. И предоставают достаточное количество субсидий, субвенций своим собственным фермерам. Из-за чего они перестают это делать? Из-за того, что кризис, денег не хватает. Вот отсюда и весь сырбор, собственно говоря, и начался не только во Франции, но в Германии. В Бельгии сейчас тоже начинают протестовать. Все больше и больше фермеров в Бельгии и по тем же причинам присоединяются к своим французским коллегам. Ну а если, господин Андреон, посмотреть на этот вопрос чуть глубже. Последним из принимаемых решений Макрона, ориентированных на выживание, стало назначение 34-летнего министра образования Габриэля Аталия новым премьер-министром страны. Об этом, в частности, говорилось в статье на сайте испанской газеты 20 Minutes. Является ли внутренний кризис Франции последствием отвлеченности Парижа на внешнюю политику и внешние проблемы? Знаете, я бы сказал, и да, не, нет. Естественно, избиратели, думающие избиратели, а французские граждане далеко не глупые люди. Это думающие умные люди. Одни, собственно говоря, настоящие старых европейцев, как Германия, Испания и так далее. Они, естественно, не могут не замечать, не могут не возникать в обществе недовольства о том, что в африканском континенте Франция потерпела полная фиаско. Осталась республика Чад, но постоянно проходит сигнал, что даже республика Чад находится в активном поиске новых союзников, новых соглашений и новых векторов своего взаимодействия, потому что даже Чад, возможно, уже разочаровалась в политике Франции. Мне вот в информационном плане что понравилось? Один из армянских журналистов рассказал о том, что как господин Макрон пытался убедить лидеров других государств выступить в единый антиазербайджанский фронт, но по мнению господина Макрона они не согласились по той простой причине, что, в том числе из-за энергетической безопасности, потому что не секрет, Азербайджан продает Европу газ и прочие полезные ископаемые. Вот от России они уже отказались, грамотные европейские люди подумали, но не дай бог откажемся от азербайджанского. Где город ГАСТа, собственно, какая брать будем? На одном американском очень далеком СПГ далеко не уедешь. Вот поэтому, да, безусловно, возможно, одной из причин вот такого усиливающегося желания Макрона более активно действовать во внешней политике, это и есть желание представить Францию, как будто она еще может так, как раньше, влиять на глобальные мировые процессы. Да, Франция до сих пор великая страна, великая держава, она может, безусловно, это делать, но имидж страны, естественно, на мировой арене будет не такой хороший, не такой сильно она будет восприниматься своими партнерами и противниками, когда у них дома будут постоянные протесты. Посмотреть, что делается. То протесты против пенсионной реформы, а теперь протесты фермеров, потом еще какие-нибудь протесты будут. Ну, сложно воспринимать успешную страну, у которой постоянно дома, собственно, население выходит на глобальные, жестокие массовые протесты, недовольство своим правительством. Стало быть, у них дома не все так хорошо. Ну вот как раз говоря о протестах, раз такая тема, то можно еще указать, что во Франции сейчас эпицентр еще одного крупного скандала. За полгода до церемонии открытия летней Олимпиады местные власти пытаются договориться о заработной плате с полицейскими структурами столицы. Как все это успело повлиять, как вы отметили, на имидж страны в глазах мирового сообщества? Ну, как на имидж эти скандалы. Любые скандалы любой страны, конечно же, играют негативно. Тут добавить, собственно, нечего. Я бы все-таки уважаемых телезрителей предлагал сконцентрироваться на анализе причин. То есть, смотрите, опять вопрос о деньгах. То есть, это свидетельство того, что недостаточно денег. Да, конечно, не скрывают. Германия сама не скрывает, когда члены правительства пытаются разговаривать с протестующими фермерами, что недостаточно у них на 2024 год денег в бюджете федеральном для того, чтобы субсидировать фермеров, как раньше. Давайте задимся вопросом, почему их этих денег-то недостаточно. Две причины. Огромные, многомиллиардные, десятки миллиардов значит, евро тратится на поддержку Украины. Второе, необходимо так или иначе восполнять собственные запасы боеприпасов, которые, опять же, поставлены были, известно куда. И третье, значит, причина, сильная причина, не такая она и скрытая, она на поверхности, это причина того, что тратить стали гораздо в разы больше на энергоносители. Потому что энергоносителей дешевых и качественных, которые они получали в России, их больше нету. Они сами отказались их покупать. Вот продолжают, слава богу, покупать энергоносители в Азербайджане. Надеюсь, что мозгов хватит, и они, во всяком случае, с вашей уважаемой страной не испортят окончательные отношения, потому что иначе просто не смогут ничего делать. То есть, да, мы смеялись, по поводу того, что едут по замерзнет, едут по не замерзнет. Они купили, они купили много необходимых энергоресурсов, газа и так далее, даже холодная зима, все в порядке, но за какие деньги они купили? И вот, смотрите, 24-й год мы видим уже первые последствия. Мой прогноз дальше будет хуже. То есть, если они придумают какой-либо механизм, что ли, для компенсации бюджетных, механизм только один может быть, может запустить станок печатный, но это неизбежно приведет к инфляции. То есть, на самом деле, в Европе, я думаю, что экономическая ситуация в этом году не стабилизируется, будет становиться все хуже и хуже. Спасибо большое, господин Андреянов, за отключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был директор международной общественной организации Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Андреянов. Продолжение следует...